В январе 2023 года в состав военно-морских сил Индии вошла дизель-электрическая подводная лодка «Вагир». Характеристики ДПЛ проекта 75 «Кальвари» Длина 67,5 метров. Водоизмещение надводная 1615, подводная 1775 тонн. Экипаж 43 человека. Мощность главного грибного электродвигателя 3940 л.с. Предельная глубина погружения 280, по другим данным 350 метров. Дальность подводного плавания экономической скоростью 1020 километров. ДПЛ проекта 75 является индийской модификацией французской подводной лодки типа «Скорпен». Вооружение проекта 75. 6 533-мм торпедных аппаратов, в боекомплект которых входит 18 торпед и противокорабельных ракет «Экзосет» SM-39 или D30 мин. Кроме того, возможна установка ЗРК подводного базирования A-3SM с ЗУР защитной стартовой капсуле, запускаемой из торпедного аппарата. Дальность противокорабельных ракет 50 километров, а дальность ПЛО – 28. В будущем подлодки «Кальвари» могут получить современную тяжелую торпеду с дальностью до 50 километров. На постройку подводных лодок проекта 75 был заключен один контракт. В 2005 году на 6 лодок с французским судостроительным объединением DCN. Сейчас «Найвилгрупп». Строительством подводных лодок проекта 75 «Кальвари» занимается верфь «Мазагон Док Лимитед» в Мумбаи, которая DCN передала необходимые для производства ДПЛ технологии. Лодки строятся с учетом возможности установки в НЕО в процессе модернизации. К началу 2023 года ВМС Индии получили 5 подводных лодок проекта 75. Еще одна лодка была спущена на воду в 2022 году. Посмотрим на темпы строительства дизель-электрических подлодок. Среднее время от закладки до спуска на воду для первых трех лодок составило более 5,5 лет. Данные по второй тройке неизвестны. А среднее время от спуска на воду до передачи флоту – 2,5 года. Все пять подводных лодок «Кальвари» несут службу на западном флоте ВМС Индии. Шестая должна присоединиться к ним в 2024 году. На этом все. Понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok